э здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть на nf марш 22 ферма у нас ноябрь середина дня почему не утро я честно говоря сам не знаю но ладно второй год у нас заканчивается и друзья в прошлой серии под прошлой серии я просил спонсоров выбрать отключить ли нам сезоны по крайней мере попробовать это сделать и в общем то большинством голосов там на сегодняшний день было принято что да таки мы это сделаем поэтому первое что мы делаем это включаем сезонный рост дней вместе составляем 1 отображать определенный месяц мы выключаем и снег включаем пускай будет и сохраняем игру это в общем-то раз и теперь у нас ноябрь и теперь здесь все уныло как осенью хотя ладно это выглядит более-менее красиво это у нас знаете ли за окном серость осень дожди и вся вот это вот противная херня мяча 16 сентября и уже большинство деревьев просто тупо попадала не люблю я осень на самом деле но это ладно что друзья произошло в последних двух днях был собран урожай с наших полей была собрана пшеничка 1 как-то инфоход очень интересно перенесся но к этому мы сейчас перейдем в общем то была собрана пшеничка с 38 поля и солома с нее было собрано кстати тоже а также была собрана созрела и была собрана канала с 39 поля до закрыл этот контракт с остатков тюков было куплено вот это вот поле и она созрела и в общем-то был убран урожай а и удобрилась один раз это поле потому что не хватало там немного но и в общем то на сегодняшний день у нас уже получается это пятое поле есть еще два которые до сих пор не созрели это 15 16 участок 35 36 поле здесь у нас растет овес последний день роста завтра созреет но видимо так как мы включили сезоны то нет и растет пшениц тоже 6 из 7 сейчас друзья мы еще будем кое-что чинить поэтому может быть пройти урожай мы забудем так как мы подключили сезоны друзья надо сбросить всю карту прежде чем это делать я тут обратил внимание что за последнее время у нас было много полей на которых не происходило ничего а вот те которые выделены вот этим вот цветом компьютер почему-то их не засеивал не обрабатывал и ничего с ними не делал в общем-то надо это починить я думал сначала запустить новый сейф уже сезонами чтобы было все нормально и была мысль что это мод better contract это все сломал я его попытался отключить промотал время ничего не изменилось но не починилась по крайней мере может действительно сломал в общем-то все эти поля нужно засеять и знаете что какая какое решение проблемы я придумал возможно это не решение проблемы но мы попробуем по крайней мере мы сейчас программно с помощью easy девелопмент контролла все вот эти поля чем-нибудь засеем если выписал все поля и будем по одной культуре вот так вот по по очереди клацать на все поля по-разному в рандоме это все сделаем рост ставлю просто засеяно потому что будет кое-что еще где мои заметки я же выписал в нашел тут довольно таки много всяких культур поэтому пойдем просто по одной все поля начиная с 2 вот с такими вот настройками чтобы там был максимально урожай все было хорошо бздынь и готово соответственно дальше поле 3 меня его так вот культуру и готово следующее поле у нас 17 тоже вот так вот меняем бздынь на следующую и готово и в общем то вот так вот все поля обрабатываем слушайте хватило прям на все поля всех культур по одной единственное большое поле получается повторилось а так ровненько все кроме травы получились все разные это в общем то хорошо это мы сделали теперь же есть тут еще такая штука установить период роста ноябрь выбираем месяц и тот период роста в котором должны быть все культуры она становится то что должно быть в ноябре потому что мы подключили сезон и нажимаем эту кнопочку обновление всех полей это не очень быстро происходит и теперь если мы посмотрим на стадии роста то нихрена шиньки и не изменилось возможно потому что в ноябре уже ничего не должно расти слишком поздно я этим занялся взял кукуруза подсолнухи соевые бобы их куча посевов посохла включая мои пшеничные а что она сейчас обновиться тоже как по мне это не самая первая стадия роста до 2 из 7 но до зимая культура в общем в теории это все должно сработать что-то мы здесь потеряли на карте что-то у нас на последней стадии а вес 4 из 4 не знаю как это будет работать может быть я на самом деле все сломал но имеем то что имеем также друзья я отключу функцию ленивые фермеры тут что больше контрактов было на урожай посев удобрения попробуем тоже починить это все вот 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 таким вот образом ну и как-то так будем продолжать наши страдания если короче у меня здесь ничего не заработает то мы просто создадим новый сейф и перенесем наш весь прогресс туда это немножко геморно но ничего страшного я это сделала посмотрим надеюсь что через год все исправится все починится возможно следующие будут какие-то непонятки но ладно итак друзья какие итоги нашей уборочной погнали в пресижен фарминг посмотрим во первых урожайность которая у нас получилась на полях 34 так себе и по итогу у нас здесь минус получился какой-то потому что урожай не засчитался но это поле мы убирали еще в прошлые разы урожай продали не не очень понятно мне а я же сброс сделал точно и потом посыпал известью все 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 я все понял значит по пшенице 60 кубов написано мы собрали в общем то в небольшой плюс мы вышли а пока ноли по большому полю все намного приличнее 202 куба написано мы собрали и есть какая-то прибыль понятное дело что это все сгрузил на склад если мы придем на склад то мы увидим что мы собрали как там и написано плюс кстати солома бобовых с чечевицы один прицеп даже не набрался хотя можно было там остатки пособирать но я этого делать не стал короче 50 кубов абсолютно бесполезная хрень потому что ценник у нее мизерно ну ладно пускай пока лежит вести продавать даже не охота все остальное тоже на складах пускай пока просто лежит хотя вот смотрите написано максимальная цена здесь фиксировалась 729 а сейчас канала продается по 747 как-то работает не знаю но типа вот сейчас сама выгода насколько я понимаю и продать можно кстати в этом триггере посмотреть показать колебания цен тут вообще показываешь самая большая 699 цена ноябрь-декабрь но ладно я не знаю как это работает поэтому так возможно действительно много чего сломано но вроде как все починим и друзья несколько новых модов у нас появилась поэтому давайте немножко поговорим еще о них первый модик эта техника которая появилась это плуг что-то мне показалось что мне захочется выполнять на контракты на вспашку это вот такой вот что они тот плуг я поставил ладно сейчас секунду они все правильно тот плуг я поставил он складывается все хорошо и перезапускаем игру потому что еще взял в аренду проверить ну ладно давайте посмотрим про него в общем то вот такой вот плуг он складывается 6 метровый требует в 180 лошадок поэтому мы его в будущем купим лизер 6 м называется находится в мод хабе можете его взять оттуда можете взять его по ссылочке в описании сайтик на который я все выкладываю все моды со своего прохождения которые были или будут они все там будут появляться так перезапустили игру все хорошо также еще один модик который я поставил уже давно но просто про него не говорил называется по камера settings или что-то в этом духе он позволяет в режиме строительства отдалять камеру сильнее на дело в том что у нас здесь производства которые идут с картой они в большинстве своем ладно это не очень большое но в общем то они в большинстве своем довольно таки большие и хорошо иметь возможность больше отдалить камеру единственное тут чтобы его включить надо еще зайти в настройки общие настройки и тут в самом низу камера construction screen зум-фактор по умолчанию стоит сто процентов соответственно ставите вплоть до 500 процентов можно и 400 мне по горло хватает в принципе норм далее еще один модик у нас появился production инфа хат сейчас про него наверное вряд ли можно что-то полезное будет сказать когда у нас появится производство тогда в общем то на него более подробно и посмотрим но в общем то полезная штука которая она кстати скорее всего player speed и перенесла наверх инспектор остался слева это кстати прекрасно так вот выводит типа инспектора только о всех производствах там пишется насколько вам хватает чего насколько времени в минутах когда производство становится что там лежит готовая на продажу и так далее тут же появляется еще у нас одно окошко здесь будет таблица со всеми производствами будет написано что продается что складируется что распределяется сколько требуется и вот это я еще не проверял как работает площадь требуемой для выращивания не сталкивался не могу за это ничего сказать здесь меняется это в час в год в месяц то есть у нас например будет здесь условно лесоруб который будет производить доски и мы будем видеть сколько он их производит например он будет производить там условно 500 кубов в год а также эти доски будут требоваться на лесопилке и мы будем смотреть сколько там требуется и сможем то ли как то прокачивать линию то ли добавлять еще такие производства в общем то когда мы начнем уже ставить производство более подробно познакомимся а также друзья так как мы переходим на работу на полях да еще с сезонами в общем то есть такая вот штука еще ворк план план работ переведенная на русский язык указываем здесь номер поля и чем мы хотим заниматься и в общем то будет такая вот табличка которая чтобы не запутаться будет нам помогать то есть ставим план например пшеница нужно ли посыпать известью не нужно и так далее и здесь будет у нас все удобненько расписано чтобы было удобно еще раз говорю еще раз говорю по ссылочке в описании все это дело можно на рулить поэтому переходите смотрите а мы чем будем заниматься я думаю друзья что нам надо добить контракт которые нам доступны думаю их здесь стоит обновить смотрите-ка сборы урожаев есть по максимуму обновляем контракта не сильно много у нас их здесь появилась в общем то мы их все принимаем все сделаем наверно все сделаем нут соберем овес соберем овес соберем и каналу соберем вот как раз будут деньги посмотрим что будет твориться зимой но об итогах тогда поговорим уже чуть попозже скорее всего я даже это записывать буду не сегодня я здрасте еще раз у нас друзья весна март год 3 прошло несколько игровых дней и несколько реальных дней не за это время успел заболеть поэтому извиняюсь мой голос стал еще более унылым наша поделать что у нас в общем то происходило в ноябре друзья я добил те контракты плюс там еще была культивация этих же полей у нас на балансе 532 тысячи единственное мишка потратился я вот этому товарищу все-таки нормальный двигатель поставил оказывается я забыл про это поэтому у него сейчас все хорошо 141 лошадка они 100 как было раньше эти ребятушки у меня параллельно контракт на культивацию делали почему бы и нет отправил всех четверых и они тоже в общем то справляются зимой друзья не было ни одного контракта прям вообще но и по карте у нас идет созревание много что поменяло свои стадии некоторые поля я не успел взять ни одного контракта на посев сами засеялись единственное вот поле номер 43 она как будто тоже сломалась с чем связано вообще без понятия плюс также в марте как обычно у нас нет контрактов на траву на покос но это ладно а седьмое поле кстати тоже сломалась не знаю я в общем то что с этим делать посмотрим пока что так появилась пара контрактов на удобрение и на прополку я их тоже цепану больше нет но их мы выполним быстро но может быть прополка чуть больше времени займет на удобрение будут прям быстрыми это точно но прежде чем их выполнять друзья надо разобраться с нашими полями хотя с другой стороны у нас тут по сути дела культивации пассив а я под какой-то серии спрашивал про мульчирование и прикатку катками и в общем то из тех кто написал из спонсоров в общем то все говорят что надо все делать по фэн-шую и похер на мое время сказано мульчировать значит надо мульчировать поэтому в общем то мы мы будем этим заниматься поэтому надо купить мульчер и каток мы будем пытаться выводить урожай в максимум для начала посмотрим на мульчеры в делся их хорош есть вот такой прекрасный на 12 2 метра в общем то его я и хочу очевидно 270 лошадей он требует поэтому надо выбрать какой-нибудь трактор на 270 лошадей я думаю в средних мы что-нибудь найдем правда скорее под конец дойтс 8 60 километров в час я бы его потом на возилку какую-нибудь взял джонни и ньюхолд в общем то выбор небольшой давайте возьмем джонни двигатель на 280 не будем даже его ни капли тюнить можно поставить балансировку колес я честно говоря не знаю зачем это в игре но мне это нравится крепление фронтального погрузчика очевидно нам не надо нам надо поменять ему номерной знак на геймпаде ты не можешь переместиться сразу на последние цифры приходится искать мышь ладно это не проблема у нас уже номер 48 19 трактор по моему кстати у нас уже был бы я адекватным человеком уже чуть-чуть техники добавила можно было бы все быстрее делать плане инструментов добавил так и берем ему мульчер что у нас тут выбор колес нет дизайн можно придумать давайте давайте возьмем вот этот он пониже я думаю будет удобнее где-нибудь пролазить и 49 это мы тоже покупаем блин куда девать технику нас уже там без парковки 4 единицы вот стоит volvo без парковки и сейчас еще один появился надо бы что-то придумывать 218 тысяч у нас остается давать еще на катки тоже взглянем два варианта есть яха 350 лошадей а 24 метра нужен ли нам такой мне кажется прямо сейчас не нужен купим как-нибудь потом сейчас мы возьмем вот этот то есть сначала трактор или давайте ладно сразу поставим 51 номер сорок одну тысячу он стоит и требует он 160 лошадок еще 12 метров довольно много да и 12 километров час работы также нормально 160 лошадок давайте что-нибудь найдем за это 171 лошадка я вот не знаю вроде как у нас такой есть а может и нету но пойдет этот у нас под номером 50 и следующий раз когда что-то буду покупать я забуду что 51 тоже занят и возьмем что-нибудь еще 51 я себя просто знаю ну и вот оно наше новое добро разумеется в первую очередь надо отправить после уборки урожая мульчеры подцепляем его здоровенная широкая хреновина меня это конечно несказанно радует вот 34 мы уже закультивировали да непонятно что тут сделано культивация жневья я слабо понимаю что здесь от меня хотят в любом случае нам надо замульчировать вот эти вот три поля давайте начнем с 38 но самая маленькая отправляем этого товарища на поле 38 я еще не придумал что я сеять буду но есть у меня подозрение что у нас везде будет хотя тут тоже еще неизвестно так острые углы поле наши не экономим ни на чем вроде как справиться я когда-то говорил что 38 заборами я его перепутал с другим полем поэтому в так ты вдруг пошел работать мы возвращаемся на базу нам надо отправить работать по контракту ребят частности вот этого не 15 метров на работает он относительно медленно поле 1 и поле 73 давайте начнем с более маленького поля это будет поле 73 где она находится где-то на острове да в общем то тоже у нас все просто простецкий быстрый маршрут я что-то ставил последнее время ставить именно скругленные углы по ней вообще-то мне останавливались ехали на полной максимальной рабочей скорости правило этого хватает на выполнение контракта что в общем то прекрасно так что ты пытаешься сделать только не горишь ты поедешь парковаться не надо это условил какую-нибудь точку неправильную дынь погнал давай и есть на прополку и удобрял куна что же надо отправить у нас оранжевая вальтера наша любимая еще 180 километров уже отъездил пацана причем практически но кроме первых серий когда ему немножко покосить пришлось джонни прибыл на поле 38 а так вот он практически только с удобрялкой катался все это время закупку тебе ставим и поля которые тебе надо обработать 16 55 65 69 все те поля на которых мы в общем-то урожай вот эти вот три поля мои урожай и собирали 69 еще добавилось с него и начнем самое маленькое быстрее всех сделает единственное только припарковать по завершению пока что теперь это не надо сначала все отработаешь потом сначала в общем-то отработаешь везде потом припаркуешь товарищ работа сейчас мы пойдем посмотрим что там происходит начала польши 9 тоже небольшой а здесь я тоже урожай по у собирал это тоже в общем-то простецкий маршруте на везде простецкий маршрут я не знаю почему я все время так говорю погнали работать у нас осталось 47000 сейчас еще будет немножко потрачено на удобрение единственное еще дозировку автоматическую выключаем пускай по минимуму распыляет там а мы пока сбегаем на поле 38 6 утра еще не так светло как хотелось бы камешки у нас тут повылазили ли они уже были раньше эти камешки насчет камешков кстати есть интересный вопрос не сделали ли здесь как обычно из камешков производства извести здесь видимо щебень гравий что-то еще ко мне щебень и ракушек производить извести в общем-то камни не стоят того чтобы ими париться поэтому мы будем наверное в карьере добывать щебень а щебеночный завод такая штука на чернозем песок щебень и камни ну по сути дела это карьера ставится он на участке 100 это участок карьера там же кстати ставится производство извести и камни кстати тоже будут производиться в общем то не хочу играть с этими камнями на поле тут их не так много собирать там с поля сколько два куба будет да мы все будем производить так что у нас происходит здесь и проходимся мульчером и типа ничего не происходит да то есть поле как будто удаляется что кстати и поле 7 поле 43 и все вот эти вот логучие поля мы посмотрим друзья самое интересное это как будет расти вот эти вот поля остальные но вот кстати 78 стадии роста меняются поэтому там вроде как все норм поэтому какой у нас план действий мы сейчас все поля которые мы собрали где вот есть стерня проходимся мульчером после чего проходимся культиватором после чего посыпаем все поля известью после чего засеиваем их после чего проходимся катками чё будем сеять хороший вопрос давайте во-первых календарь посевов посмотрим канола канолу надо было сеять в августе отлично никита красавчики я думал канолу сеять давайте тогда на продажу что-нибудь на продажу как типа соевые бобы выгодно выращивать тут опять-таки моих типа уберем и пшеницу ячмень зеленая это посевно до сезон посадки канола растет целый год тоже культура исключительно а зима и например игра не даст мне и посадить посеять можно друзья еще подсолнухи посеять сейчас кстати самое время и собрать их в октябре-ноябре подсолнухи нам так-то тоже понадобятся в обозримом будущем нас поле с овсом кстати наше ничего с ним не стало посмотрим созреет ли в итоге в июле мне кажется вот там последняя стадия роста как раз мне кажется в июле моего уберем с него будет еще солома и в общем то то что дают солому смысла выращивать нет пшеница ячмень пока что ближайшее время можно ищу меня конечно засеять давайте ячмень посеем на одном поле на какой-нибудь небольшом посеем ячмень посеем подсолнухи и сколько мы вообще полей засеваем сейчас раз два три четыре четыре поля вот на тридцать восьмом посеем ячмень самая маленькая какая будет подсолнухи на тридцать девятом посеем тридцать пятое и тридцать четвертое посеем там соевые бобы но это получается уже не сегодня а в апреле если верить карте урожая я вот собирался ввести этот план работ но что-то мне так лень сейчас это все делать это же номера полей наших не знаю но 38 давайте начнем с 38 культура будет у нас ячмень а извести нужно мульчирование нужно вспашка не нужно прикатка нужно наверное первый этап удобрения как бы не надо потом выполним сорняк прополка будем смотреть по обстоятельствам добавляем запись на 39 подсолнечник 34 35 соевые бобы такс 34 поле давай тоже самое сделаем не знаю иметь ли смысл сейчас попробую может быть и не стоит этим заморачиваться соевые бобы хотя с другой стороны планах обзавестись то так я не понял ты что сейчас такое было в планах друзья обзавестись большим количеством полей кстати а нужна ли нам где-нибудь вспашка я же не посмотрел везде тут сорняк полностью заросло но это неинтересно нуждается во вспашки 35 нуждаются во вспашки и поэтому мы туда сразу же что случилось вообще что за звуки а телефон я понял телеметрины мой телефон взбесился блин падла ты бесишь так поле 35 план капкан поле 35 они у меня ровно в том порядке стоят в котором и надо работать друзья вы будете на поле 35 где она вот она вот отсюда вот вы начинаете острые края бздынь генерируем на четыре этих самых на четыре товарища и первый у нас будет работать влево 2 давай друг погнал так они у меня сняты с перемещением по табу теперь не сняты теперь щелкаются так ну друг ну куда ты вот на парковку поехал тебе ж не надо туда еще и косилку дергает так все погнал работать давай он у нас стал последним до когда я на него что-то поменял он стал последним ну ладно да я забыл самое главное сделать это скопировать этот маршрут сейчас мы его всем раздадим ты у нас едешь на поле номер 35 вставляем сюда этот маршрут ты у нас работаешь влево один все погнал а ближайшая точка которую они находят идет сюда они этот нормально поехал сразу же ладно тебе мы тоже вставляем ты у нас будешь вправо 1 это же едешь на поле номер 35 работать день погнал для неплохо было бы чтобы у них были парковочные места и тебе мы тоже вставляем этот маршрут то у нас будешь вообще вправо 2 и на поле 35 как ни странно все поехали работать туда стынь погнал и вроде бы все все хорошо замечательно чай не его здесь перекультивируют заодно и перепашут и соответственно потом мы это все сделала посыпем азотом то есть известью как у этого парниша дела он у нас все делает работает на высокой скорости ему 10 минут здесь всего осталось так вот наш план капкан 34 поле соевые бабы известь не нужно вспашка не нужно то есть известь нужно мульчирование на всякий случай мы пройдем с хуже то мы не сделаем правильно потратим немножко топлива ничего страшного также поле номер 35 там у нас тоже соевые бабы пойдут расти с пашка там не нужно мульчирование на всякий случай пройдемся и катку тоже сделаем и в общем то вот так вот и поле 39 мы тоже внесем в список на всякий случай я не знаю честно говоря буду лезть а я уже это говорил да там у нас будет расти подсолнухи в тихонечко приезжают товарищи извести нужно вспашка не нужно мульчирование нужно прикатка нужно занято все все приезжают на поле начинают там работать в общем то вот такая вот штука жалко что они не сортируются по полям жалко что нет вообще сортировки и сразу сортировал по извести и смотришь что надо посыпать известью спашка типа надо почему я поставил не надо спашка нужно точнее на 35 поле да вроде как все нормально с другой стороны можно будет просто показывать заполнять эту таблицу и показывать вам о своих планах рассказывать было бы намного проще возможно так с товарищ у нас уже один контракт на удобрение сделал кстати какой молодец 69 поле она была маленькая там любой дурак справился бы давай друг есть следующий у нас 16 по площади обычно начинаю самых маленьких к большим не знаю почему это невозможно объяснить никакой логикой но мне когда ты это показалось логично вы страны было бы логично сейчас 65 потому что она рядом давайте 65 ладно генерируем курс там отлично и на поле 65 его тогда нормально контрактами эти этими хотя бы технику отобьем новую во эти ребятушки здесь один за одним здесь так вот по очереди будут ездить 37 минут 4 они закончат относительно быстро но черт чувак ну чё ты там вот этот вот пупуську не забрала не хорошо получилось этот товарищ тоже у нас все прекрасно делает и друзья наверное давайте на этом с вами закончим а план на март у нас понятен поля я все обработаю сделаю все по высшему разряду будет у нас там максимальная урожайность скорее всего посмотрим по крайней мере попытаюсь это сделать вроде как все по технологии если появятся какие-то еще контракты то я их соответственно тоже возьму сделаю но есть у меня подозрение что нихрена шинки не появится и мы друзья встретимся тогда в апреле апреля в теорию нас трава вырастет ну и посмотрим что будет на этом у меня все спонсорам огромное спасибо за поддержку не забывайте про лайкусики комментарии если кто-то вдруг не подписан то подписывайтесь всем огромное спасибо за просмотр всем пока ки и не болейте пока ки и не болейте